На 6% больше стало бессимптомных носителей коронавируса за минувшие сутки в стране. Также прирост в 2,2% обеспечили заболевшие COVID-19 с явными клиническими проявлениями заболевания. Сегодня вице-министра здравоохранения рассказала о медицинских препаратах, ПЦР-тестировании и протоколе лечения коронавируса. Тему продолжит Антон Александров. Протокол лечения коронавирусной инфекции пересматривался не раз. Последний был принят буквально пару дней назад, говорит Людмила Бюробекова. Жителям страны же она постаралась объяснить, что заниматься самолечением не стоит. Антибактериальная терапия, к примеру, используется только для пациентов, находящихся в стационарах. Она позволяет предотвратить развитие пневмонии. Сам коронавирус лечится совсем иным способом. Расширено количество препаратов до 4. На сегодняшний день это лапиновир, ретонавир, он был в схеме лечения. Хлорохин или гидроксихлорохин. Римдисивир. И новый препарат, который широко применяется в Японии и сейчас в Российской Федерации, это фавипиравир. Кроме того, возможны комбинации схем лечения. Но хочу отметить, что данные препараты используются только в стационаре. Бессимптомные легкие формы коронавирусной инфекции сейчас лечатся на дому. Для амбулаторного ведения пациентов разработана специальная памятка, где описаны симптомы заболевания и какие препараты стоит принимать. Чек-лист позволит отмечать основные показатели заболевания и следить за динамикой течения болезни. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией уже закуплено 59 наименований лекарств на общую сумму 138,8 миллионов тенге. В ближайшее время поступит в стационар и препарат ремдисивир. Он используется только для лечения тяжелых форм заболеваний коронавирусной инфекцией. Процедуры закупа 11 тысяч флаконов уже произведены. Проведена также работа по насыщению розничного рынка жаропонижающими препаратами, говорит Людмила Бюробекова. Следить также будут и за ценообразование медикаментов. Только для этого необходимо обращение граждан в Департаменты комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. В случае нарушения аптеками, то есть превышения предельных цен, необходимо обратиться в территориальные департаменты комитета, либо непосредственно в комитет, для того, чтобы мы могли принять меры. Меры предусмотрены в виде административных штрафов, а при повторном нарушении приостановление лицензии на фармацевтическую деятельность. Ажиотаж с препаратами в стране завершится. На прилавки поступят 70 тысяч упаковок ингаверина и 49 тысяч упаковок томифлю. Их дефицит сформировался из-за повышенного спроса. Только озвученные медикаменты применяются для лечения ОРВИ, парагриппа и гриппа, объясняет Людмила Бюробекова. По аптекам сейчас также развозится парацетамол. Его, к слову, в Казахстане зарегистрировано более 80 видов. Это таблетированная форма, свечи и сироп.